Здравствуйте, дорогие наши водители! Сегодня в нашей постоянной рубрике Академии Безопасности мы будем говорить... О, привет, Вика! О, привет! Мы сегодня будем говорить о том, чего ты, к примеру, уже давно не делаешь. Что, о приготовлении яичницы? Нет, мы сегодня будем говорить о том, как переключать рычаг, коробки, передач механические. Ой, может не надо? Надо, Вика! Надо! Ну что, Юр, показывай, что тут переключать, как это делать. Сначала давай поговорим о том, как держать руку на рычаге. Давай. Значит, если машина легковая, обычный легковой автомобиль с низкой посадкой, то руку удобнее класть вот так. Вот она сбоку от рычага, большой палец сверху, и остальные пальцы обнимают рычаг, но сильно не сжимают. Если вот как этот автомобиль, он с высокой посадкой, то руку можно вот так сверху держать. И просто ладонь лежит сверху. Главное, чтобы у тебя рычаг из-под руки не выскочил. О, а это что за циферки? Наверное, номера передач. Да, это номера передач. Кстати, вот мы сейчас будем говорить, я даже специально вот схемку накидал, видишь такую? Так что тут переключать же? Все нарисовано, вот, Малевич-то наш. Ну, во-первых, нарисовано не всегда. А во-вторых, когда мы едем за рулем, мы куда смотрим? На дорогу. Ну да, нам некогда смотреть на рычаг коробки передач, поэтому мы должны чувствовать. Поэтому сейчас мы с тобой научимся сначала проверять нейтральное положение рычага КПП. Давай учиться. Так, вот смотри, вот эта линия, это линия нейтрального положения рычага КПП. Рычаг, вот если его не трогать, он находится вот в этом месте. Вот этот рычаг, бабушечка наша. Вот. Так вот, чтобы проверить, находится ли рычаг в этом положении, нужно его толкнуть сюда, а потом расслабить руку, и он сам вернется вот сюда. Вот, попробуй. Ну, хватит, покажи уже, как надо передачу переключать. Так, нажимай сцепление, все, и держи его, выживай, не отпускай. Положи руку на рычаг. Все, значит, вот подтяни сюда, видишь, первая, вторая. Вот вперед первая, давай толкай, а назад вторая. Вперед первая, назад вторая, вот подрыгай. Значит, обрати внимание, что тебе нужно постоянно придерживать рычаг к себе, потому что если ты расслабишь руку, он у тебя выскочит назад. И вот поэтому может включиться либо третья, либо четвертая передача. Из-за этого и путают. Вместо первой включают третью, а вместо второй четвертую. А третью или четвертую передачи еще легче включать. Клади руку. Ничего не делаешь, просто толкаешь вперед третья, просто тянешь назад четвертая. Сейчас самое сложное. Со второй на третью. Ну-ка, включи вторую передачу. Значит, смотри, чтобы включить третью, нужно толкнуть рычаг вперед, расслабить руку, чтобы он сам сюда ушел, и включить третью. Правда ли, Фом? Да. А вот третью надо выключить, подтянуть к себе и включить вторую. Ну-ка, поделай. Третья. Оп. Третья. Третья к себе, подтянула, вторая. Выключила, отпустила, включила, вытянула, подтянула, вторая. Вот, потренируйся. Юр, ну а пятую как включить? Для того, чтобы включить пятую, нужно ладошку перевернуть вот так вот, чтобы было удобно от себя отталкивать. Ну, так сильно не надо, вот так вот, вот. Оттолкнула и просто включаешь пятую. А чтобы выключить, у тебя же рука вот так должна быть. Ты просто к себе подтянула, она видишь, высказывает сразу сюда, в это место. И ты можешь включить третью, четвертую, либо если подтянешь к себе, тогда вторую или первую. Это зависит от того, насколько ты скорость с ней делаешь. Ну вот, дорогие телезрители, мы и поговорили про то, как переключать передачи переднего хода. Да, поговорили. А про заднюю почему нет? Ты знаешь, про заднюю передачу особо рассказывать не стоит. Почему? Почему? Потому что там всегда есть какой-то секрет. Во-первых, она включаться может в разные стороны. А секрет заключается в том, что нельзя там ее просто оключить, нужно что-то подтянуть рукой, или как-то нажать на рычаг, или надавить сильнее. А зачем такие сложности? Потому что передачу заднего хода нельзя включать, когда ты двигаешься. Нужно обязательно остановиться. Ну, так если ее нужно включать, стоя на месте, ничего сложного в этом я не вижу, можно разобраться. Да, поэтому давай прощаться. Ну, прощай, Юрочка. Да не со мной, со зрителями. Итак, до новых встреч!